Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Расследование массового мора продолжается. Так чем нынче отравили алтайских пчел? Расследование массовой гибели пчел по всему краю продолжается. По сообщению, Россельхознадзора зафиксировали уже 8 случаев в разных районах. Причина – обработка полей яда химикатами. А между тем, специалисты испытательной лаборатории алтайского филиала исследовали 11 проб погибших пчел в Усть-Калманском районе и определили следующее. В телах погибших насекомых содержится инсектицид фипронил. Этот же препарат был выявлен в пробах зеленой массы злаков, пшеницы, подсолнечника и цветущих сорняков, взятых на соседних с пасекой полях. Помимо этого, в одной из проб зеленой массы пшеницы специалисты установили наличие другого препарата – теометоксама. Эти вещества представляют угрозу для пчел, воздействуя на нервную систему насекомых, в последующем вызывая паралич. Ведомство подчеркивает нередкий случай, когда гибель пчел происходит по несоблюдению экологических регламентов применения инсектицида, а также нарушению сроков уведомления населения о запланированных работах и границах. Сейчас проводят проверку растеневодов и выясняют обстоятельства случившегося. Пчеловоды тем временем готовят иски в суд за возмещением материального ущерба. Хозяйка погибшего шпица в поселке Южный ждет проведения медицинской экспертизы. Она намерена подать иск в суд. Напомним, в минувшие выходные ее 10-летнего питомца, фактически члена семьи, убил стаффордширский терьер, который был на самовыгуле. Почему собака бойцовой породы гуляла без хозяина и намордника? Какими особенностями обладают представители породы стаффорд? И какое наказание по закону могут получить владельцы таких собак за действия своего питомца? В сюжете Юлии Щепиной. Это кадры с места трагедии. Собака породы стаффордширский терьер убила маленького шпица. Инцидент произошел в поселке Южном в минувшую субботу. Собачка по имени Моника полгода не дожила до своего 10-летнего юбилея, а ее хозяйка до сих пор не может прийти в себя. Собака не проявляла агрессии без поводка и намордника, подчеркивает Светлана. Рядом шли подростки, поэтому женщина подумала, что это ее хозяева. Да и место для прогулок всегда было безопасным. А в следующую секунду, когда я только собиралась взять ее на руки, она пропустила ей голову. А моя собака упала и стекала кровью у меня на руках. И умерла за мгновение. До хрепоты. Я орала просто от хрепоты. И сбежались, когда все нашли этих мальчиков и вернули. Они сказали, что это не их собака. Что она просто на самовыгуле. Стой! А это та самая собака. Очевидцы происшествия сняли ее на видео. Я так понимаю, что вот этот стаффорд, который наделал беды, это стаффорд без документов. Потому что даже по внешнему виду, мне фотографию скинули, это не породная собака явно. Это что-то уже извращение какое-то в породе. Человек занимается разведением этих собак без документов, без тестов необходимых. И поэтому являться стаффордом эта собака может только условно. По словам пострадавшей, собака была кормящей, а ее хозяйка – так называемый черный заводчик. Ее нашли в соцсетях волонтеры. Сразу же в ту же ночь она мне позвонила и в грубой форме стала требовать у меня, где ее собака. Ее не интересовало, что ее собака убила мою собаку. Она сказала, это не главное, а главное где. И там писала она комментарии, что шпиц спровоцировал стаффорда ее и оправдывала всячески свою собаку. Это собака, которая создавалась для убийства себе подобных, поэтому она ничего другого делать не умеет. Собак любых на самовыгуле запрещено, а таких особенно, потому что кто его знает, что у этого стаффорда вообще намешано в психике. Возможно, у него вот это вот желание убивать не только собак, но и людей. Если такая собака нападает на человека, отбить ее или там, не знаю, оторвать или спасти человека невозможно. По словам эксперта, стаффорд убивает не от агрессии, а потому что так заложено породой. И пока кинологи не контролируют разведение таких собак, трагедии будут продолжаться. Да и ответственность за такие поступки предусмотрена административная. С точки зрения права погибшая собака, любимец семьи шпиц, оценивается как имущество, вещь. Про уголовку можно говорить в случае, если причинен вред жизни и здоровью человек. У нас этого нет. Причинило вред имуществу. За причинение вреда имуществу человек имеет право требовать компенсацию. То есть причиненного имущества стоимость собаки погибшей. Моральный вред. Моральный вред, ну я бы попросил несколько сотен тысяч, например, 400-500. Ну, может быть, 50-100 бы присудили. Получить компенсацию морального вреда не так-то просто. Нужны доказательства. Например, можно пойти к врачу и зафиксировать нравственные страдания, подчеркивает юрист. Сейчас тело погибшей собачки хранят в морозильнике для проведения судебно-медицинской экспертизы и последующего обращения в суд. Светлана Русанова ищет очевидцев произошедшего. Я это буду делать и доведу это дело до конца, чтобы эта смерть была не такой бессмысленной и глупой. Чтобы это было не зря, чтобы предупредить других людей об опасности. Чтобы другие остальные люди были предупреждены. То есть, какая должна быть ответственность у хозяина, который заводит бойцовскую породу. Вы сегодня именинник у нас. Маняш. Наша маняш. Тима, шлетка и собака. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Начальник алтайской полиции Андрей Подолян может покинуть свой пост. Информация впервые появилась еще в июне. Некоторые источники утверждали, что Подолян выйдет на пенсию или будет переведен на новое место службы в другой регион. Напомним, Подолян возглавляет региональное МВД с августа 2018 года. Его пятилетний контракт истек в 2023 году, однако его продлили до 2024 года. 16 тысяч квадратных метров площади, 150 экспонатов сельхозтехники, гости из Белоруссии и не только. В Алтайском крае в 13-й раз стартовал межрегиональный форум «День сибирского поля». Подробности у Данила Кузнецова. Свыше 20 мероприятий за три дня. Такую насыщенную программу обещают организаторы форума «День сибирского поля-2024», который проходит в Павловском районе. Заметно невооруженным глазом обилие сельскохозяйственной техники. 150 экспонатов, с которых 20 – новинки из Алтайского края. Порадовали и гости, например, специальным культиватором. Это комплекс для внесения безводного аммиака. Такие технологии были только в Канаде, в Америке, ну то есть в Европе. Он позволяет вносить безводный аммиак в почву. Это способствует увеличению урожайности до 50% по отношению к остальным удобрениям. Однако развивается не только флора, но и фауна. Особенно в плане селекции. Эксперты рассказали, сейчас повышенное внимание уделяют подбору семени быка и материнскому стаду. Вследствие чего, к примеру, сементальская корова теперь вырабатывает не 4000 кг молока в год, а все 7. Сейчас по сементальской породе можно выделить то, что изначально она зарождалась как комбинированная порода мясомолочного направления. То сейчас появились отродия этой породы непосредственно больше на мясомолочную продуктивность и больше на мясную продуктивность. Разумеется, и готовой продукции, произведенной на Алтае, на сельскохозяйственном форме предостаточно. Масла, мед, раки, мясная продукция. А сыр даже учили делать прямо на площадке. Новинки демонстрировали и в этой сфере. Здесь на площадке новые продукты. Это масло, кхи, топленое масло. Не просто в баночке, но в стике, который можно добавить в напиток, в кофе. И это очень удобно. Наши зернопереработчики представляют многокомпонентные каши, супы на растительной основе, на основе зерновых. С добавками различными. С овощами, с грибами, мясные добавки. Кроме того, на Дне Сибирского поля пройдет свыше десятка конференций и круглых столов, посвященных проблемам аграриев. Обсуждать будут новые эти технологии, импортозамещение техники, топливо и множество секретов по улучшению количества и качества урожая. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Репелленты уже не так сильно пугают комаров. Они к ним адаптировались. Так комментирует использование веществ для отпугивания насекомых уже известный энтомолог Людмила Комарова. По ее словам, получив небольшую дозу, комары продолжают спокойно плодиться и размножаться. Но у жителей края появилась другая надежда. Интернет-пользователи активно публикуют видео и фото стрекоз. Эти насекомые хищники и комары входят в их обычный рацион. Можно ли рассчитывать на то, что в ближайшее время комаров станет меньше? Узнаем из сюжета. Такие жуткие кадры публиковали в интернете в июне. Личинка комара, которая расплодилась на заливных полях. А это уже взрослые особи, которые сделают все ради своего потомства. Жителям Алтайского края от этих насекомых действительно досталось. Есть мелкая мошка, черная такая мелкая. Кусает и большие боли прямо, что если на ноге, то нога твердая становится и укуется. Они тогда кусают, а я не могу спать. Мелкие, гадкие москиты. Стаю первых стрекоз заметили жители Барнаула. Это кадры с территории одного из городских парков. Кажется, мы дождались долгожданных спасительниц от комариного ига. Подросло поколение птенцов, стрижей, допустим. Или наши синицы тоже им питаются. Но, конечно, основной любитель комаров – это наши стрекозы. Популяция комара должна сократиться, считают эксперты. Однако в пищевой цепочке, как известно, каждое звено необходимо. Поэтому исчезнуть из природы комары не могут. И каждый год после зимней спячки возвращаются к активности в благоприятный сезон. Река разлилась. То есть мелкие, теплые водоемы – это вот как раз колыбель комариного рая. Поэтому, да, действительно их много. Но кроме комаров там появляются и те, кто ими питается, соответственно. И стрекозы в том числе там тоже хорошо размножаются. И поэтому ждем. Напомним, что общественные места в городе обрабатывают от комаров согласно циклу их размножения раз в две недели. При этом в сельской местности, в пригороде, вблизи водоемов или в полях жителям все еще советуют пользоваться репеллентами. В ходе помогают они сейчас не так эффективно, как раньше. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком. Число жителей края, которые будут платить налог по повышенной ставке, увеличится. Госдума во втором чтении приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ. В зависимости от доходов, теперь она будет пятиступенчатой. 13, 15, 18, 20 и 22 процента. От 2,4 миллиона рублей до 5, да, это, так скажем, новая, более широкая категория. Ну, по нашим оценкам, 2,5-3 тысячи физических лиц, жителей Алтайского края, коснется эта норма. Хотелось, чтобы было намного больше. Налог в 22 процента. По предварительной оценке будут платить всего 14 жителей края. Как говорил еще в начале июня Алексей Леггостаев, за них переживать не стоит. Можно порадоваться за многодетные семьи с низким доходом. Им НДФЛ снизят до 6 процентов. При этом 7 процентов из ранее оплаченного налога можно будет вернуть. Продолжим тренд на молодые кадры с новым подходом. Эксперты утверждают, что депутатов и губернаторов сейчас в России предпочитают выбирать из претендентов от 40 до 50 лет. В Барнауле обсудили предстоящие в начале сентября выборы в Алтайском крае и Республике Алтай. О специфике выборного процесса и еще о трендах в материале Данила Кузнецова. Уже 8 сентября пройдет единый день голосования. Однако сани нужно готовить летом. Поэтому эксперты из штабов общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае и Республике Алтай собрались для обсуждения грядущего события. У нас оно будет не настолько большим. Нам главу региона, в отличие от соседей, выбирать не требуется. Это выборы депутата КЗС по 21-му одномандатному округу, это же дорожный район города Барнаула, и 103 компаний в органы местного управления. На самом деле в Алтайском крае масштаб голосования будет небольшой. Все будет задействовано около 9,5% избирателей. И все же самое интересное – выборы в КЗС. Во-первых, кандидаты имеют непосредственное отношение к округу. Плюс всем должно хватить места для размещения пиар-компаний. Во-вторых, претенденты молодые. Верхняя планка – 42 года. Эксперты говорят, дело не только в обновлении элитарного слоя общества. По их словам, в стране сейчас тренд на кадры с новым подходом к работе. Даже на губернаторов последние 5 лет – это все от 40 до 50 лет с образованием профильным, опыт работы в госструктурах, в коммерческих структурах. И потом они становятся губернаторами. Так, если вы слышали, это губернаторы-технократы. Есть и общие тенденции в выборах в Алтайском крае и Республике Алтай. Например, кандидатов в парламент выдвигают в основном из числа партий, которые в нем состоят. Притом делают это не слишком охотно. Особенно горные соседи. Уменьшилось там и число самовыдвиженцев. На данный момент, за 2 дня до окончания передового выдвижения, всего 12 человек подали заявление о согласии баллотироваться. А при этом все системные партии, которые участвуют, к ним присоединились независимые кандидаты, которые решили не рисковать сбором подписей. А ведь еще в 2019 году самовыдвиженцев в Государственное собрание Республики Алтай было в 5 раз больше. По словам экспертов, эти факты в очередной раз демонстрируют всероссийский тренд на растущий игнор выборов со стороны избирателей. Но, как говорится, сентябрь покажет. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. К новостям спорта. 12 команд и все уже с медалями и кубками. Сегодня на стадионе Алексея Смертина мальчишки и девчонки 10 лет встретились на зеленом газоне в рамках футбольного фестиваля «Футбол в школе». Цель турнира – забить как можно больше голов и наградить всех золотыми медалями. Так что проигравших на этот раз не будет. На детском празднике футбола побывал наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Летние каникулы, солнечная погода. Все идеально подходит для игры в футбол. 12 команд из разных уголков Алтайского края приехали на стадион Алексея Смертина, чтобы поиграть в мяч. Стоит отметить, среди участников – ребята из школы «Калмыцкие муисы». Да-да, это Алтайский край. И для некоторых приезд в Барнаул случился впервые. Города мы видели мало, так скажем, только по дороге проехали. Очень рады ребята. Ну и, конечно, я думаю, что будет ощущение еще богаче после того, как проведут эти игры сейчас. Главная отличительная черта фестиваля – в каждой команде играет девочка. Они наравне с мальчишками вырывают мяч и стремятся забить гол. Правда, полностью раскрыться все же что-то мешает. Не страшно против пацанов играть или они тебе помогают? Стесняешься только еще. Стесняешься? Почему? Не знаю. Столько мальчиков, а две девочки только еще. Почему вы должны сегодня победить? Чем вы хороши? Чем ваша команда отличается? То, что мы за друг друга болеем, то, что мы друг друга поддерживаем. И еще пару фишек из регламента фестиваля. Команда играет без вратаря. Чем больше забьют голов, тем лучше. И самое важное – каждая команда, вне зависимости от результата, получит медали и кубки за первое место. В рамках реализации проекта у нас все-таки нацелено на массовость вовлечения детей. Ну а как их вовлекать, как ни наградами? Я считаю, что это очень большой стимул, когда все дети получают, то есть все уезжают в отличном настроении. Просто помнят об этом, смотрят, что они участвовали здесь. Добавим, что сейчас в проекте «Футбол в школе» участвуют 72 учебных заведения края. А со следующего учебного года добавится еще 24. Тем самым детей, вовлеченных в этот теперь уже массовый вид спорта, становится в регионе все больше. Собственно, такую задачу и ставят организаторы проекта. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. И в завершении выпуска любопытная информация. Марк, Велисея, Милон. Жители Алтайского края стали чаще называть детей редкими именами. Свежей статистикой за июнь поделились в региональном управлении юстиции. За прошедший месяц в крае появилось 1297 деток. Из них 663 мальчики и 634 девочки. Имена новорожденным все чаще выбирают экзотические. Так, креативные родители дали имена Милон, Рональд и даже двойное Марк-Марсель сыновьям. А девочек назвали Велисея, Анелия и Мариетта. Из традиционных имен самыми популярными мужскими оказались Михаил, Александр и Артем. А женскими Анна, Виктория и София. А у меня на этом все. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните через несколько секунд о погоде. Мира и добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok